Всем привет, друзья! С вами снова Александр. Не так давно у меня вышел обзор на канале на колясочку Moon нового 19-го года. Его вы тоже можете посмотреть, найти у меня на канале. Но сегодня я буду рассказывать вам о версии 20-го года. Это уже достаточно обновленная колясочка. Раньше у них были изменения незначительные. А сейчас уже есть на что обратить внимание. Соответственно, рассмотрим ее с вами. Это немецкий бренд. Я всегда говорил в обзорах, я люблю этот бренд. Он мне нравится по соотношению цена и качество. Вот и процентов на 20 можно их смело продавать дороже. И они будут тянуть на эту стоимость. Я к тому, что цена-качество тут просто великолепное соотношение. И поэтому они очень интересные. Здесь очень интересный дизайн, качественные материалы. Вообще она сама качественная, удобная, практичная. В общем, обо всем по порядку. Изучаем комплектацию 2 в 1. Начинаем с люльки. Естественно, ей начнем же пользоваться первыми, правильно? Соответственно, что у нас из себя представляет люлька? Люлька у нас здесь достаточно большая. Точные характеристики, сантиметры. Все будет по ссылке в описании. Поэтому пройдите, посмотрите там все тонкости. Соответственно, что касается козырька. Козырек у нас здесь с возможностью вот так вот регулировать. Вот эта секция у нас, одна из секций получается. У нас есть возможность вот так вот закрыть ее. Если нам, например, ну летом тепло, ну не нужно. Просто открываем и, соответственно, у нас вот такой козырек. Хотите чуть больше закрыть ребеночка? Вот так нажимаем, увеличиваем козырек еще. Соответственно, сзади у нас, если мы поднимем вот так вот, есть сеточка. Очень плотная, москитная сеточка. Проветривать будет очень хорошо, если летнее время года. Так от солнца закрыли, если жалко, так открыли. Очень здорово. Так, соответственно, в ручке еще мне нравится нюанс, то, что есть ручка для транспортировки. Точнее говоря, здесь не отдельно ручка, а сама туга на металлическая, крепкая. И здесь зачем делать отдельно ручку, если она и так крепкая. Здесь вот в козырьке вот сверху есть такой вырез вот с этой крышечкой на магнитике в Сизиан. И, соответственно, за нее и мы переносим. Так, что касается накидки на ножки. Накидки на ножке здесь вот такая, с бортиком, чтобы меньше задувало. Бортик, естественно, фиксируется дальше. Сама накидка на ножки у нас, получается, держится на замочке. Вот, соответственно, внутри. Реально куча места даже в комбинезоне и в конверте пуховом, даже на овчинке, на цельной шкуре. Места ребенку хватит 100%. Материалы суперклассные. Вот. И что еще они обновили именно в 2020 году, так это у них появился вот такой вот новый матрас. Сейчас он в полиэтилене, но я уже его без полиэтилена, соответственно, изучал. Такой офигенный матрас. Я еще... Ну, много где хорошие матрасы, но чтобы он был вот такой тактильно приятный, мягкий. И, я не знаю, у меня вообще к нему вопросов нет. Он там с суперправильных материалов, я не знаю. В общем, претензий к нему нет. Он экологически чистый, с кучей ног. Вот, собственно, матрасику здесь я ставлю просто 10 баллов из 5. Но, действительно, матрас просто огонь. Ну, естественно, жесткое дно, пластиковое, все это стандартно. Матрас здесь, знаете, он мне напоминает такой домашний матрас в кровати. Такой вот он толстый, мягкий. На нем прям хочется лежать. В общем, матрас супер. Собственно, люлька. Здесь добавить особо больше нечего. Сейчас я еще вам покажу ее снизу, потому что некоторые производители грешат тем, что на основании, снизу, не делают ножки. Здесь же ножки есть. Ставьте, пожалуйста, на землю. Не запачкайте, ничего не порвете. Просто реально у некоторых производителей есть люльки, где нет вообще ничего. Просто ткань ставь там. Ну, не знаю, это вообще прям дичь. Вот, собственно, сейчас мы с вами поставим сюда прогулочный блок и изучим его. Прогулочный блок, он реверсивный. И по ходу, и против хода его можно устанавливать. Давайте вот сейчас просто поставлю его против хода, чтобы вы могли посмотреть. Если мне не изменяет память, 95-170 у нас диапазон регулировки наклона спинки. Вот так это все происходит. Козырек попробуем с вами еще увеличить. Как по мне, жирнючий козырек. Здесь у нас также москитка, если вдруг понадобится. Вот, собственно, козырек здесь отличный. Так, сиденье. Ну да, здесь 95 градусов точно есть, потому что, ну, смотрите, практически вертикально сидит ребенок и не сильно спинка завалена назад. Очень много родителей, наверное, даже большинству именно так и хотят, чтобы сильно не запрокидывался ребенок. Так, пятиточные ремни, мягкие накладочки на плечевой зоне, на паховой нет. Ну, на паховой, ну, ремень широченный, в принципе, нормально. Есть перемычка вот такая вот, чтобы ребенок не укатился у вас никуда. Ну и, соответственно, бампер как калиточка откидывается. Единственное, он не откинется, если перемычка стоит. Ну, это логично. Так, ну, подножка, само собой. Здесь в основании подножка прорезинена, чтобы вы это все могли спокойно чистить, убирать. В общем, вот такой вот, как по мне, прекрасный прогулочный блок, к которому претензий нет. Материалы классные, типа такой мешковины, сиденья в самом. Посмотрите, какой матрас. Матрас здесь тоже жирнючий, толстенный, мягенький. Ну, если надо, можно его вытащить оттуда, если захотите. Так, собственно, давайте сейчас изучим с вами раму. Рама у нас здесь с ручкой, с возможностью этой ручки регулировки по высоте, не телескопический, а именно по наклону. И вот так вот можно регулировать, тем самым опускать или поднимать. Одно из обновлений. Раньше был отдельный экзакокожий чехол, который на замочке одевался. Сейчас это офигенный просто кожзам. Ну, видно, что не дешевый, абсолютно, с хорошей качественной прострочкой. И по ощущениям, ну, вот мы держим дорогую, классную дорогую вещь, сбитую. Кстати, насчет сборки. Очень качественная сборка. Детали все максимально плотно подогнаны. Никаких вот звуков, ничего она не издает. Это очень-очень радует. Соответственно, амортизация у нас здесь на всех колесах. Спереди, сзади. Передние колеса, естественно, с возможностью заблокировать для каких-то бездорожных моментов. Так, соответственно, в этом, в раме у нас есть багажник. Багажник тоже у нас с хорошим доступом, жестким основанием, чтобы ничего не провисало. Вот. Колеса здесь просто резиновые, они не надувные, просто резина. И самый четкий, как по мне, тормоз. Он здесь не не портит обувь. Вы его не ковыряете. Оба раза сверху нажимаем, все, поскакали. Соответственно, все здорово. Теперь давайте с вами посмотрим, как она складывается. Убираем блок. Он нам не понадобится сейчас, потому что с ним ее не сложить. Чтобы сложить, соответственно, здесь на раме два крючка. И что нам надо? Просто опускаем. Если колеса поставить правильно, то она будет стоять. Соответственно, вот таким образом она у нас складывается. Вот. Чтобы разложить, когда мы ее до конца складываем, на всех колясках срабатывает фиксатор. Вот здесь, с этой стороны, отжимаем его. И, соответственно, просто ставим. Подгонка деталей здесь просто классная. все элементы несущие, все металлические. В общем, качеством они здесь заморочились. С надежностью здесь просто все очень хорошо. Кстати, по статистике, здесь крайне мало гарантийных обращений. Каких-то там нюансов, еще что-то. Если уж что-то и случается, все очень быстро и легко решается. Поэтому, как вот не рекомендовать вообще бренд Монт? Не обязательно нюансовая. Очень много у них моделей. Они все классные. Мне очень солитейр. У них нравится. Пушка вообще, колясочка. Ну, собственно, есть из чего выбрать. Но нюансовая, наверное, одна из самых продаваемых на текущий момент. И больше всего пользуется спросом. Потому что она такая всем, кому нужны проходимые здоровые колеса, много места. Такая, чтобы она была все-таки. всем таким она подходит. А большинство таких клиентов и есть. Соответственно, если понравился вам чем-то обзор, вы подчеркнули для себя полезную информацию, не стесняйтесь, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, если у вас какие-то вопросы остались. Буду с удовольствием их читать, отвечать, пообщаемся с вами в комментариях. И, соответственно, первой коляске большое спасибо за предоставленную колясочку на обзор. А вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора колясочки для вашего ребенка. И всего добра.